Ну, как и ожидалось, игра получилась очень напряженная. В каком плане? Готовясь к химкам. Да, изучили соперника, но где-то в начале они нам приготовили сюрприз, тоже вышли в три защитника. Но для нас эта ситуация была знакома, и ребятам чуть подсказали, как действовать, но не разобрались, когда владели мячом. И единственное, что нас, конечно, очень беспокоит в этом плане, это очень много невынужденных потерь в центре поля. И так получилось, что первые 15 минут много сил, 15-20 минут потратили на то, чтобы забирать мяч. И где-то уже атаки хорошие проводить не удавалось. Ну, потихоньку успокоились, и пауза как раз нам помогла, когда могли кое-что подсказать ребятам, да, во время, прямо по ходу игры. И потихоньку уже стали действовать так, как мы хотели. То есть и встречать выше защитников химок, и уже оставаться больше на чужой половине. В целом, очень что понравилось. Готовясь к этой игре, сразу сказали ребятам, что это не какая-то проходная игра, что можно здесь спустя рукава сыграть. И не надо обращать внимание на две крупные победы предыдущие, что эта игра будет еще намного сложнее, чем с торпедой. Понравилось, как ребята восприняли эту нашу информацию, и как они вышли на игру, с каким настроем, и с какой самоотдачей. Еще раз победы, Андрей Витальевич, Сергей Мельчинский. Два вопроса, вернее, два вопроса в одном попробую задать. Состав такой же, как на матч с торпеда, но выходит тень едваи. Почему вы выпустили его вместо Кузьмичева? Ну, во-первых, так скажем, да, маленькая пауза между играми была. Ну, есть у нас медицинский штаб тоже, он какие-то рекомендации нам подсказывает. И в плане каком, когда изучали химки, что небольшие нападающие, все-таки с хорошей скоростью у химок, да, здесь просто подстроились игры в обороне под соперника. А Тино, он и вверху хорошо играет, и все-таки внизу побыстрее, чем Кузьмичев. Больше с этим связано. Я понял, предельно понятно. И второй вопрос. Судя по тому, что состав абсолютно идентичный, вот за исключением одного человека, вы на «Динамо» планируете, вот, раскроете секрет, если можно, примерно тех же игроков. Как я понимаю, это уже ваша основа, ваша обоим. Ну, почему? У нас еще сегодня на замене были 9 футболистов, которые в любую минуту могли выйти и помочь команде. Мне очень нравится, как они поменяли, вот, с моим приходом, я не знаю, как до этого я не видел, но я вижу отношения на тренировках, и они хотят играть. К сожалению, только 10 полевых уходят на поле. И здесь сказать, что этот же состав у нас выйдет на игру с «Динамо», я не берусь. Есть какие-то сейчас мелкие повреждения, у нас есть три дня, и уже там мы, я думаю, определимся, посмотрим «Динамо». Артем Терентьев, сайт «Матч ТВ». Понятно, что в команде еще не так давно, поэтому не знаю, насколько получится ответ на этот вопрос. Как вам кажется, что происходит с Антоном Миранчуком? Это психологические какие-то проблемы возвращения после Трампа, что он довольно уже долго набирает форму, постепенно пытаясь вернуться на ту туру, на которую он играл? Или это какие-то, может быть, физические проблемы у него до сих пор остались, может быть, он не готов? То есть, что с Антоном Миранчуком, когда мы увидим прежнего Антона Миранчука? Ну, я скажу, как я видел, тренировки видел, да, Антона тоже очень давно знаю, я еще когда он за дубль играл в 17-летнем. Вот мое мнение, почему? Если так разобраться, скорее всего, он не может набрать физическую форму. Ну, вы знаете, да, прекрасно, сколько он пропустил из-за травмы. И, к сожалению, вот даже после игры с торпедо, он получил небольшой рецидив старой травмы. И вот эти два дня он провел только вчера такую очень среднюю тренировку. А как ему набирать кондиции? Ему мешают, так скажем, старая травма. Без тренировок мы не можем поставить человека в основной состав. Я думаю, что когда он наберет, сейчас его вроде уже ничего не беспокоит. Все равно мы его готовим, знаем его качество, и поэтому... Вот так. Владислав Шашло, Росфото. Скажите, использование Станислава Макеева в передней линии прессинга в первом тайме – это ваше решение, или это диктовала ситуация, ну, расположение на поле? Ну, это больше ситуативно, потому что, если вы заметили, в игре с торпедо тоже он вышел выше, чем Карпукас. Но потом мы поменяли, потому что много верховой борьбы, да, и он там себе... Ну, для нас тоже было хорошо, что все-таки он головой получше Карпукаса играет. Сегодня же мы готовили сразу его нижним опорным, да, так, шестеркой, скажем. Но схема Хима и ситуация так возникала, что я этого не запрещаю, что если в его зоне и он может выдвигаться с нижней позиции, то он должен это делать. Поначалу, когда не делал, нам было сложно отбирать. Когда стал он выдвигаться, вот то, что мы требуем, нам и, вот как я сказал, легче было прессинговать выше соперника. Спасибо. Спасибо.